Всем привет, с вами снова Кокос, и мы продолжаем выживать в игре Фрост Панк. Так, у нас всё готово, разведчики возвращаются на базу. Недовольство стихать, стихать говорю, недовольство. Ну-ка, у нас мышки не откатились, ещё нет, ещё, да, а тут тоже, я понял, и в тюрьме ещё готово. Так, голодная мать, сэр, вас просит помощь одна женщина, ей нужно больше пищевых пайков, но повар говорит, что она вот получила свою долю. Умоляю, капитан, произносит она дрожащим голосом, ваши работники выполняют свой долг, но они, видимо, ошиблись. Не надо два пайка, один для себя, один для больного ребёнка, прошу вас. Дать ей два пищевых пайка. Да, недовольство вырасти. Сейчас начнут приходить, собирать, да, то есть пайки. На чёрный день складывать их у себя. По-моему, не первый это случай, точнее, не последний. Первый, но не последний. Так, а где вы заболеть успели? Или это уже те, которые как-то приходили, беженцы? Недовольство? Чрезвычайная смена. Так. На что упор сейчас делать? Давайте ещё, наверное, на... А, да, мы же построили специально для еды. Сырой. Вроде всё. И это мы... Мы это не переживём. Да ладно вам! Как мы справимся с этим вещами ады? Да нормально всё. Так. Всё. Отлично. Взбиваем. Тюрьма. И... Ну да, у нас хватает людей. Так что... Эх, инженер был какой, а? Бандюган. Ещё инженер-бандюган. Так. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Так, прибыла хавка. Потепление. На 60 Потом обратно будет потепление До 70 Боже не страшно Кража еды ведет к бунтам Сэр мы узнали почему разнятся данные По использованию сырой еды и производству пищи на кухнях Оказывается повара крадут еду Люди в ярости Мы поймали с поличным 4 человека Повара говорят что Воровали ради выживания близких во время бури Когда не будет доступа к съестным припасам С чего не будет у нас все готово Так 4 человека Сигнать их нет В смысле поставить стражу следить за поварами Сейчас я не буду Поставить стражу следить за поварами Что это за отношения Ну конечно я понимаю да Свои близкие важнее все ерунда Так Подготовка к буре Одну мы сможем поднять Терпимо Так Еще восстанавливается Раз Два Три Четыре Все погнали Термоизоляция поста добычи Туру ту 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 туу Паровой Термоизоляция Вроде везде да выполнил Давайте повышение эффективности генератора. На 10% он нам скинет стоимость. Нормальный вроде такой должен быть. Буст. Буст, буст, буст. Ага. Так, адаптация. Сортировка больных. Это мы вроде проходили, мы это не хотим. Если кто-то у нас умирает, уровень надежды падает двое меньше из-за смерти. Пищевые добавки. Мы этого не хотим. Суп мы тоже не хотим. Кстати, суп связан вместе с самогоном. Дом удовольствий. Надежда немного упадет. В каждом пабе можно нанимать проституток, чтобы дополнительно снизить недовольство. Наши трудяги заслуживают хороший отдых. Некоторые из них нужны плотские утехи. Так, дуэли мы не хотим. Но плотские утехи... Если у нас есть такие мадам... Везде же, постоянно же было такое, в городах... Эти... Публичные дома. Если есть желающие там работать... Стоп. Я ведь не нанимаю кого-то там работать. Не заставляю? А ну-ка. Люди. А где она находится? Не в здоровье точно. Стоп, а где публичные дома? Стоп, я... А-а-а... Нет. Тоже не... А как она работает? Нет, не тоже не здесь. Не здесь. Нет, не в цель. В адаптации. В каждом пабе? А, в пабе. Где у нас паб? Паб. Вот он. Инженеры. Дополнительно 5 мест освободилось. Да, мы с высшим образованием. Инженеры. Ладно. Пусть будет так. И кто будет тут работать, добровольцы? Ну-ну, не думаю. Видно, некому трудно прожить без плотских удовольствий. Ну... Да, есть такие невидимые. Узнавал я парочку. Так. Так, еще один пришел, да? Тоже, давай распускаем. Отлично. Спасенные вами люди едва успели достичь гор. Хорошо, что у нас есть достаточный запас еды. Времени осталось немного, и надо использовать его для приготовлений. Когда начнется буря, мы не сможем ничего делать. Лишь ждать, пока она закончится. Вообще-вообще ничего не сможем делать. Так. Дома. Я не знаю, может, надо несколько домов лишних иметь? Нифига, ты что, у меня столько свободных домов? Уже сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Четыре, семь. По семь можно домов улучшать. Так, давайте и вправду сделаем несколько лишних домов. Так, где-то вот тут же у нас есть еще местечко, да? Вот так вот. Не достает. Потому что вдруг такое произойдет, не знаю. Молния, еще что-нибудь там завалит, разрушит дом. Я, конечно, хочу, чтобы такого не было, но что поделать? И еще один интересный момент. Мне надо будет выключить самому охотничьи ангары, или они, как бы, автоматически перестанут добывать? Может, не хотелось бы то, чтобы все вот эти люди погибли при взлете? Лесопилка, эффективность ноль. Повышенная эффективность генератора. Пять, четыре, ста на четыре, двадцать, шесть. Ну-ка, давайте попробуем еще увеличение радиуса. Как быстро вы справитесь с этим? За пять часов. До девятнадцати, да, успеют в этот день. Красота! Так, кто у нас тут? Кто у нас тут работает? Так, люди. Угольная печь, повышаем, повышаем. Мы не жалеем угля. Тюрьма. Эх, отапливать тюрьму. Так, там у нас угольная шахта. Угольная печь, пока все хорошо. Так, дома. Тайм ту рест. Они рановато ищут рест делать. Видишь, отдыхать они захотели. Так, ну-ка смотрим, пока не появится. Все. 5400, еще хватает. Ну-ка, смотрим, сможем мы еще радиус. Хватит ли нам угля для еще одного повышения радиуса. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, пайков у нас хватает, давайте немножко забустим наше производство угля. Блин, автоматон, мешаешь со своими ногами. Так, ну пусть тогда и железо. Алло. Ого. Где-то еще угольные шахты были. Тоже под ними производительность. Ну-ка, при таком бусте 7-100 добываем. Пьяницы паникера. Сэр, с десяток человек напились и вышли на улицу. Они гоняются за женщинами и кричат, что надо поразлечься. Да я же говорю, есть такие индивидуумы. Пока буря не убьет нас всех, что нам с ними делать? Пусть домой идут, протрезвеются. Ого. Не, вот мне не нравится то, что такое недовольство. Ну вот он выбор был, конечно, это отправить ее домой. Дождитесь начала бури. Я вот думал, может мне где-нибудь вот еще этот запилить. Как его называют-то? Глидобытчик паровой. У меня есть еще места отапливаемые. Хотя можно и создать новое отапливаемое место. Потому что он сам себя точно обеспечит. Да у меня уже не осталось просто места даже. Вот, ну нет, некуда его, чтобы все впихать. Вот здесь разве что. Но лесом тогда перестанут добывать. Пост добычи. Раз, два, три. И больше у меня не будет людей. Ну вот так вот. Пусть будет их до четырех штук. Так. Так. И так. И... Технология. Паровой двигатель, чтобы они все захватывались. Как раз вот 44 человека. Еще отправим туда. Не знаю, что нас ожидает в этой буре. Но подстрахуемся. И... Блин, я забыл опять. Я же еще дома не доделал. Раз, два, три. Где еще у меня? Домики тут. Вот сейчас буду, да? Нет. Сейчас? Нет. Сейчас? Сейчас? Мы это не переживем. Так. Хорош паниковать уже. Технология уничтения радиуса генератора. Все равно хватает. Ну потому что там еще на бусте они, конечно... Ну ладно. Все, с генератором, ну, по полной. Где интеграция автоматонов? Я же утепление все везде сделал. Вот если бы это еще влияло на все производительности. Паровая. Тут лишние эти нужны. Паровая лесопилка. Уменьшение радиуса. А, кстати, на сколько он увеличен? 50%? Оптимизация добычи. Паровые? Обычные ш... А, шахты. Именно только для шахта. Я получил улучшенную угольную шахту. Перескакивая через паровую. Блин, если бы здесь еще не требовалось бы столько этих паровых ядер. Кстати, сколько они получают? 900 единиц угля в день. Так. Угольные печи будут произведены на 33% больше угля. Давайте, наверное, сделаем автоматонов. Возможно, они только и выживут. Автоматоны. Так. Что у нас в тюрьме? Где она, кстати? Сколько заключенных? 20 из 30. Ясно. Пока использовать не будем. Нет собираемых ресурсов в радиусе. Потому что эти работать пошли. Строить. Вон, стройка же кругом идет. Так, у нас генератор тут уже кочегарит. Кочегарит. Интеграция автоматонов. Это 90%. Ну-ка. 8300. Ну, вроде хорошо. Какая у нас тут теплота? Суперская. Склады ресурсов. Возник один момент. Когда они начнут таскать ресурсы во время вот этого геошторма? Они не будут насмерть замерзать? Пока сюда идут. Блин, еще один генератор сюда лучше поставить. Точнее, паровой центр. Его поставить, возможно, даже не на этот. Не на круглые сутки. Стоп. Это у нас не склады. Вот склады. Ладно, проверим. Узнаем, что и как. Декорация автоматонов. 90% подняли. Ресурсы. Так. Давайте вот это изучим. Заменим лесопилки. Надо было еще им этот. Ну да, вот. Не хватает у них уже. Радиуса. Так, у меня что-то 20 заключенных. Для каждого ребенка есть место в детском убежище. Хорошо. Так. Возможно, один из последних законов цель. Клятва верности. Людей принудят подписать клятву верности, после чего они станут тайными и сведомительными. Это даст постоянный бонус надежды. Недовольство немного усилится. Давай. Так, ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой. Немного, сказали же. Лучше быть на страже. Соседи будут наперегонки строчить доносы. Если тебе нечего скрывать, тебе и бояться нечего. Если посмотреть в этом русле. Тотал каунт. Краб перестала просчитывать, сколько здесь людей бегает. Так. Что я ничего не изучаю, что ли? Нет, изучаю. Просто ночь на дворе. Кухня. Что у нас три дня. Что не так? Почему скорость взяла и сама спустилась? Мы это не переживем. Да все нормально будет. Как мы справимся с этим еще, Демада? Так. Молитвы на работе. Сэр, люди на одном из рабочих мест, торжевой пост. Отказались трудиться сегодня. Они хотят провести всю смену в молитвах. Мы вкалывали, как одержимые. Но есть предел тому, как хорошо мы можем подготовиться. С глянем правде в лицо. Грянет конец света. Молитва поможет обрести надежду на спасение. Что бы ни случилось. В течение дня. Ладно, идите, молитесь. Раз он так прет, блин. А там, вот если там сейчас убийство? Дайте хоть я вас заменю тогда кем-нибудь. Паровая лесопилка. И паровая лесопилка. Есть у меня еще работающая паровая лесопилка. Вот тут вот, да. Но там немножко радиус еще увеличить. Ну, кстати, да. Давайте сделаем радиус. Увеличение радиуса. А кроме вот этой. Вот еще вижу. Здесь у нас нету. Вот тут. Не знаю. Увеличение радиуса, наверное, тоже ничего не даст. Бессмысленно тогда, блин. Нафига я изучал? Нечего, что ли, было больше? Угольные шахты поднять производство. Температура снизится. Один уровень. Минус 80 будет градусов. Вот мы и узнали. 80. Минус 80 градусов будет. Дождитесь. Решится через 2 дня 14 часов. Ну и смотрим. Порвали лесопилка. Ну да, что-то нацепанет. Вот этот уже. С этой стороны. Ну там небольшой кусочек. Ну это уже не то. Форсунки угледобытчика. 15%. Угледобытчик? И паровой? Во! Ну так собирайте. Кому? Еще один пост там выстраивать. На каждом. На сколько? На 3 дня. Вот, смотрите. Заполнились пищевые пайки. Теперь у нас будет сыраида. А ее в 2 раза лучше содержать. Так, когда у нас там заключенные-то выйдут уже? Хватит уже пайки просто так тратить. Негодование от... Сняли. Чрезвычайная смена? Так сколько это... Откат-то и чрезвычайной смены идет? У меня вроде сейчас никто уже круглосуточно не работает. Давай, подходи! Так, битва за припасы. Сэр, вчера вечером... Разгорелся спор между работниками. Некоторые хотели получить долю ресурсов, изготавливаемых на рабочем месте, чтобы подготовиться к буре. Дошло до драки. Хоть никто серьезно не пострадал, напряжение сохраняется. Круто, круто! Закрыто, закрыто. Закрыто протезы. Не знаю, может немножко протезов сделать? А у нас людей сейчас нету. Тогда можно... Найти ту лесопилку, которая не работает? А, ее и нету. Она сейчас заработала, видимо. Нужно приготовиться, если хотим иметь хоть какой-то шанс выжить. Так мы готовы! Вы посмотрите вот налево. Или что, тут простым смертным не видно вот эта панелька? Так. Да, почему? 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 Я не был к этому готов. Тут я думал, минус 80 будет. Тут минус 20 сразу скакануло. Толпа грабит склады. Сэр, испуганные люди вломились на склад и начали разграблять припасы. Нам удалось отгнать их, но люди требуют древесину для обогрева и укрепления домов. Нам потребуется 1600 единиц, чтобы хватило всем. 1600. А сколько у нас? Можно посмотреть, сколько у меня этой древесины? Ааа, на, держи. Так. На этом мы заканчиваем серию. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Комментируйте. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч в новых видео. В следующий раз придет оно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok